Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Любови Господа нашего Иисуса Христа, мир вам! Я действительно привез вам приветствия из своей церкви Family Baptist Church of Carpinteria. Это не совсем Санта-Барбара, живу я действительно в Санта-Барбаре и буквально где-то 15 миль от нас к Лос-Анджелесу есть маленький городок, но скорее деревня под названием Карпинтерия. И уже последние около 10 лет Бог дал мне привилегию нести служение в этой американской церкви. Но, к сожалению, последние где-то 4 года Бог дал мне привилегию нести служение ответственного пастора. Почему к сожалению? Ну потому что в этом году уже будет или уже было 20 лет пасторского служения в моей жизни, поэтому уже глядя назад и служители меня поймут, трудно представить себе, как к этому можно стремиться и этого хотеть или желать по-настоящему пасторского служения. Ну а вторая причина, потому что особенно ответственное служение, оно отнимает от семьи, оно отнимает от того, что нам иногда нравилось, хотелось, отнимает от друзей. И поэтому, знаете, трепетно для меня появилась возможность быть в вашем городе сегодня. Меня ждет большое радостное мероприятие, чуть попозже, вечером, бракосочетание, на которое меня пригласили. И как я узнал, что у меня будет возможность побывать у вас впервые, я с таким трепетом, я волнуюсь, потому что в этой церкви много моих друзей, дорогих мне людей, и благодаря служению такому ответственному я практически потерял с ними контакт, практически. Поэтому я прошу вас прощения за это, и очень рад, что могу быть с вами, и могу поклониться Богу вместе с вами. Но уж такие мы, знаете, можно парня вывезти из Киева, но Киев из парня, наверное, никогда. Поэтому для меня так приятно быть с вами, эти чудные гимны, и псалмы, и детки, и участия этого всего нет в американских церквях. У нас все немножечко по-другому, но я рад и благодарю Бога, что могу нести служение. Там, как у нас сказали святы, у куточку ДТЕ. Как правило, это значит, и не святы там, де ТЕ не е. И вы знаете, аминь. Вы знаете, такое чудное у нас служение, я уже подумал, столько волнений, столько переживаний, и такой праздник. И так все близко, по-настоящему, по-нашему, знаете, я годыця, наверное, проповедь будет неуместна. Поэтому я думаю, что мы продолжим поклонение нашему Богу. И раз уж это праздник, мы сядем за один стол вместе. Сядем вместе за этот семейный стол с нашими мамами и бабушками. И вот так пообщаемся. Ну, раз уж я ничего поесть не принес такого физического, есть Слово Божье. Поэтому вместо трапезы физической предлагаю такую духовную. Но чтобы оно было проще, вместе, как в старый добрый разбор слова. Помните еще такой термин? И вот я благодарю молодого братика, который начинал наше богослужение. И помните его стихотворение, кто внимательно служил, он старался. Молодец. Вот, и лейтмотив того, что он начал. У нас получится такой интересный гамбургер, да, американский. Он начинается с булочки, с этой темы, и заканчивается булочкой, да? Вот мы будем говорить о том же. Давайте откроем вместе. Священное Писание. И я предлагаю, чтобы все открыли, потому что, может быть, и все будем участвовать. Вот как получится. Евангелие от Иоанна, 19 глава. Евангелие от Иоанна, 19 глава. И мы будем начинать чтение с 23 стиха. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 23 стиха. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, да сбудется реченное в Писании. Разделили ризы мои между собой, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его, и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорил матери своей, «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику, «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Аминь. Помолимся Господу. Отче Небесный Божий Милосердный, слава и хвала Тебе за это утро. Благодарим Тебя за этот чудный праздник. И благодарим Тебя за Твое Слово. И что сегодня мы можем поклониться Тебе в Духе и Истине, как одна семья, братьев и сестер во Христе. Благослови эти несколько минут, мгновений нашего рассуждения над Твоим Словом, и проговори к сердцу каждого из нас. Умоляем Тебя, во имя Иисуса Христа. Аминь. Прошу садиться. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о второй части нашего отрывка. А именно о двух героях этой истории. Если говорить о них с точки зрения возрастающей важности, я назвал их для себя так. Мать и сын. Я хочу, чтобы мы сегодня, в этот прекрасный день матери, который мы отмечаем в этой стране, в которой живем, любящей и верной матери, познакомились с ней. Увидели пример, что значит любить. Любить по-матерински, любить по-настоящему. Ну, а также, конечно, посмотрели на пример верного сына, который всегда помнил о тех, кого так любил. Однако, посмотрите, вся эта история не начинается внезапно в 25-м стихе, когда мы видим эту небольшую группу людей у креста Голгофы. Именно поэтому, если вы заметили, я читал историю, начиная с 23-го стиха. Читая все происходящее, все, что сопровождало суды распятия Христа, мы видим так много жестокости, обмана, издевательства, бичевания, насмешки. Мы напомнили себе хотя бы поведение воинов. Вот этот эпизод, распинающий Христа, которые с насмешками делили его одежды, так цинично бросали жребь. Это нам сегодня. По эту сторону Христа, наверное, глядя на его одежду, на эти ризы, для нас это святыня, реликвия. Что это было для них? Смех, издевательство. Они воображали, что перед ними царь царей. Обратите внимание, как заканчивается эта история. 24-й стих. Так просто, но так важно. Так поступили воины. А теперь посмотрите, как начинается следующее предложение. У нас в Библии 25-й стих. При кресте и Иисуса стояли матери его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Друзья мои, с точки зрения содержания нельзя не заметить, какой контраст между теми, кто издевался, ругался, бил, насмехался и маленькой группой сочувствующих, отчаявшихся верных и преданных последователей. И этот контраст и противопоставление является абсолютно очевидным, друзья мои. Вот все происходящее, такое впечатление, что умелый кинооператор в таком, знаете, серьезном, захватывающем фильме навел фокус на воинов, которые занимались своим делом. Вот это, чем они занимались. И тут вдруг он переводит свое внимание на эту маленькую группу людей. Об этом также свидетельствует и грамматика оригинального текста. В начале этого стиха в русском не так видно, а точнее, вторым словом в греческом тексте стоит маленький, но очень важный союз, словечко «де», который выражает противопоставление или контраст. Украинский перевод, как это часто бывает, очень часто точно передает суть этого контраста. Зверните увагу, под Христом же и Иисуса стояли Его мати и сестра Его матери Мария Клеопова и Мария Магдалина. Под Христом же, вот эта маленькая же, но как важно, какой контраст. у нас в тексте написано, что они стояли при кресте Иисуса, буквально совсем рядом, так близко, что Христос в своей немощи мог обратиться к ним, и они могли Его услышать. Их любовь к Иисусу победила всякий страх перед властями, воинами, даже разъяренной толпой. Казалось, никто и ничто не может воспрепятствовать им быть рядом со своим Господом. В этой связи мне вспоминаются другие слова Иоанна. Кстати, того самого Иоанна, который стоял рядом с Марией возле креста. Позднее он напишет в своем первом послании Иоанна, 4 главе, 18 стихе. Я начну, а вы помогайте, у нас же разбор. В любви нет страха. Нет, все вместе? Или вы боитесь? В любви нет чего? Страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть что? Мучение. Боящийся вместе несовершен в любви. Аминь. Я вот думаю, продолжать дальше или все-таки надо остановиться? Какое практическое применение мы видим уже сейчас? Вы сейчас думаете, а стоит ли вообще обращать внимание на этот контраст? Тратить свое время на то, что возможно не имеет никакого значения? Для меня это имеет огромное значение. Друзья мои, да весь мир сегодня можно образно поделить на тех, кто что? Насмехается, издевается или просто своим безразличием причиняет боль распятому Господу Иисусу Христу, кровь, которого стекает искра из его ран креста Голгофы. И с другой стороны есть вторая группа немногочисленных людей, кто верно и бесстрашно стоит у креста Голгофы и взирает на лик своего Спасителя. Ничего ведь не поменялось в отношении ко Христу. Теперь самое время перейти к нашим героям. И первым делом я предлагаю ближе познакомиться с верной и любящей Матерью. Единственное, что хотел бы отметить относительно других присутствующих, так это то, что в группе пяти названных последователей только один, только один принадлежал к так называемой сильной половине человечества. Четыре остальных ученика или последователя, а большинство богослов считают, что в тексте именно упоминается четыре, были хрупкими, но вот такое интересное выражение в русском языке мужественные женщины. Я вот всегда задумываю, знаете, русский не мой родной язык, как вы понимаете, но я всегда думаю, вот мужественная женщина, это же в принципе противопоставление, да, противоречие в самом выражении, уже модно у нас английское, оксимарон говорят, да, по-русски, я вот слышал по телевизору, оксимарон какой-то, да, откуда взялась мужественные женщины? Я думаю, от того, что появилось очень много кого? Женственных мужчин? Ну, как такое может вообще произойти, случиться? Я думаю, вот так вот Господь, наверное, заложил, что пропорционально количество мужественных женщин растет, да, от того, как растет число женственных мужчин. Но они действительно были мужественные, они были там. Почему они, а где были остальные? Мы не будем много фантазировать о том, где были остальные мужчины, братья, и чем они занимались в этот момент. Но факт остается фактом. при кресте Иисуса в самый трудный, наверное, момент Его земной жизни, когда Сын Божий принял смерть за грехи всего человечества, с Ним были в основном близкие Ему, любящие Его и плачущие о Нем женщины. Остановимся, как я и обещал, лишь на одной из них, Матери нашего Господа Иисуса Христа. Мы прекрасно все знакомы с этим историческим персонажем, особенно благодаря Евангелиям от Матфею и Луки. Как правило, знакомство с Марией несет лишь косвенный характер, так как ее имя упоминается лишь в контексте с воплощением и рождением Иисуса Христа. То есть, львиная доля информации о Марии находится в контексте повествования о нашем Мессии. Значение ее персонажа кажется второстепенным. Но тем не менее, в самый критический момент в жизни не просто Господа, не просто Христа Спасителя, а в первую очередь ее сына первенца. Она стоит рядом и наблюдает за всем происходящим. Я не могу себе представить, что чувствует мать, когда на ее глазах убивают невиновного сына, а тем более убивают такой страшной, позорной, мученической смертью. Но Мария нашла в себе силы быть рядом со своим сыном, когда ему было так невыносимо тяжело. Христос ведь не просто умирал. Он нес на себе вину за грехи всего мира. В эти часы страшной агонии и страданий Мария переживала то, о чем пророчествовал кто? Симеон. Помните Евангелие от Луки, 2 глава с 34 стиха. Луки, 2 глава с 34 стиха. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, все, лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет привлеканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Снова украинский перевод точнее передает суть, что будет чувствовать Мария, когда будет стоять у креста и мечь душу проши и сами же тоби, чтоб открылась думки, сердец богатех. То, что чувствовала Мария в этот момент, было подобно мечу, не просто оружие, меч, пронзающий ее сердце, материнское сердце. Когда мне было 17 лет, сердце моего старшего брата, первенца моей мамы остановилась за три дня до его 25-летия. Знаете, уже как-то мы вспоминаем, ну, 17 лет, я, наверное, мало что понимал, я до сих пор мало что понимаю, но я видел, я видел всю эту боль моей матери, а еще страшнее, когда ты видишь маму и бабушку вместе, которая хоронит первенца, своего сына. Ты стоишь, так не должно быть, это невозможно, это не так нельзя, так не, и ты по-человечески этого понять не можешь. Я помню, как уже у нас многодетная была семья, была, сейчас нас только двое осталось, но в этот момент, я помню, я оказался старшим, и я знал, что, я помню, мы шли по кладбищу и надо было держаться, надо было держаться, моя семья неверующая, но уже тогда я уверовал и вся наша церковь помогала, и мы проводили богослужения вместе, но я знал, надо держаться, и у меня был двоюродный брат, единственный, кто остался старше меня, Андрей, он старше меня был буквально на пять лет, и он держался, и вот мы шли всю эту процессию, как это, ну вот как в народе, как у нас в Украине, это происходит, там в Украине, на Бирковцах, в Киеве, и вот мы подходим, и все держимся, и я держусь, и все время смотрю на Андрея, он же старший, теперь, и вот в определенный момент он не выдержал и расплакался, как ребенок, я уже выдержать не смог, что уже говорить о матери, что уже говорить о матери, которая хоронит свою, я не знаю, как, но Бог дал ей силу пережить эту трагедию, я не знаю, как, но Бог дает силы своим детям пережить такое горе, Знакомясь с Марией, прекрасной матерью, мы с уверенностью можем отметить очень важные черты ее характера, вспомним, смирение, покорность, любовь, удивительная преданность, которая не знала страха, Мария была матерью Сына Божия, и мы только можем сказать с ней словами кого? Блаженной Елисаветы, помните? Луки 1 глава 42 стих, благословенно ты между женами, благословенно ты между женами, я думаю, самое время перейти к центральной личности нашего повествования из Евангелия от Иоанна, а именно к преданному Сыну нашему Господу Иисусу Христу. Еще раз прочитаем 19 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 26 стиха. Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей жена, все сын твой, потом говорит ученику, все Матерь Твоя. И с этого времени ученик взял ее к себе. Смотря на Иисуса Христа, в тот момент, когда Он умирал на кресте за грехи всего человечества, когда на Него изливалась чаша Божьего гнева, Христос все равно любит и все равно заботится о своей маме. Все равно любит и все равно заботится. Знаете, удивительно и невообразимо. Перед нами Христос, вот наш образ Голгофы, совершающий спасение человечества от греха, от вечной погибели. Мы, читая этот текст, являемся свидетелями того, как вершится вселенская история и обращается вспять судьба всего человечества, всех поколений, прошлых, настоящих и будущих. И тут вдруг Христос ставит на паузу ход всей истории. Пусть весь мир подождет. Он замечает свою мать. Это ведь совсем неудивительно для нас, потому что перед нами Христос, который должен быть примером для нас во всем. Христос всегда самоотверженно проявлял свою любовь и учил любви своих учеников. Знаете, вот в такой момент он заметил свою момент. Ничего себе момент. Нам звонит мама. Ну, кому может по телефону, кому по вайберу, если из-за океана. Говорит, что ж ты, что ж ты уже неделю не звонил? А мы не замечаем собственных матерей? Ну, у нас масса причин, и мы объясняем, ну, мам, ну, ты ж в курсе. Что у нас там? Работа. Что у нас еще? Работа. Я из Санта-Барбары, у меня три. И работа. А там еще дети, хозяйство, дом, ремонт, моргидж, машины, лоуны. А Христос заметил. Хочется, так сказать, пожелание, в первую очередь себе. Замечайте своих мам. Независимо от причин, у Христа была, наверное, ну, тысячу и одна причина сосредоточиться на судьбе всей истории человечества. Но он заметил маму. Давайте напомним себе несколько стихов из того же Евангелия Иоанна, которое написал этот любимый ученик, которые говорят нам о любви и о примере Христа. Всеми, кстати, вами любимые тексты. Вот смотрите, 13 глава, первый стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что? Что возлюбил своих сущих в мире до конца возлюбил их. 13 глава, 34 стих. Ну, вы знаете. Заповедь новую даю вам. Что? Да любите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. 15 глава, 9 стих. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. И какое практическое применение Он предлагает? Прибудьте в любви моей. Нет, надо учить стихи на память. Хромаем немножко. Но ничего. Давайте, давайте возьмем на карандаш. Учить, учить надо стихи на память. Я еще помню серию 2.7. Помните оранжевые книжки? Вот упражнение. Вот до сих пор помню. То, что учил в 16-17. 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за кого? За друзей своих. Слова Христа, обращенные к Иоанну, не были спонтанными, наоборот, глубоко продуманными. Судите сами, по всей видимости, отчима Христа и Иосифа уже не было в живых. Господь также не мог доверить судьбу своей мамы, своим братьям, детям Марии и Иосифа. Почему? Потому что они еще не уверовали. Об этом мы читаем в 7 главе, 5 стихе. Это случилось только после воскресения Христа. Деяние 1 глава, 14 стих. Именно поэтому Христос доверяет заботу о своей матери Иоанну, ученику, которого он любил. Как правило, любовь к матери это одно из самых сильных, одно из самых возвышенных чувств. Это любовь, которая идет, наверное, сразу после любви к Богу. И вот Христос доверяет судьбу своей матери Марии не просто кому-нибудь, не просто какому-то родственнику, или государству, или восьмой программе, или вообще я непонятно чему, но только в изотейшие. Он доверяет тому человеку, которого его так сильно любил. Заканчивается наш отрывок прекрасным, прекрасным таким обетованием, если хотите. 19 глава, 27 стих. И с этого времени ученик сей взял ее к себе. В правдивости этих данных нет оснований сомневаться, так как кто записывает эти слова? Ученик сей ну подписал, да? Как мы делаем организован, мы уже научили здесь цивилизованный family trust делаем, да? И подписывают детки за родителей. Чего им там достанется, да? Чтобы ничего не пропустить. Но здесь он подписывал что-то другое. Это он пишет, и мы знаем, что эти слова записаны под водительством Духа Святого. Ибо это богодухновенное и безошибочное Писание. Мы можем иметь абсолютную уверенность, что Христос позаботился о своей маме, о ее земной жизни о последних ее годах, потому что рядом с ней был человек, который стал для нее сыном. Какой же пример мы могли бы взять для себя из всей этой истории? Может быть, для кого-то поступок Христа в момент его величайших страданий за грехи всего человечества кажется слишком приземленным, может быть, незначительным. Однако мне трудно себе представить, что перед самой своей смертью великий Бог-Сын, Творец неба и земли, Царь царей и Господь господствующих будет размениваться на что-то незначительное, заниматься чем-то приземленным и банальным. Мы видим обратное. Каждое его слово, каждый поступок – это как гвоздь, забиваемый в истории Вселенной и записанный на страницах богодухновенного Божьего слова в назидании, воспоминания, на века, на тысячелетия. И для нас с вами в это утро. В поступке Христа по отношению к Марии мы видим всю красоту, любви, сострадание нашего Спасителя по отношению к Его овдовевшей Матери. Посреди этой страшной личной агонии Он помнит тех, кого так любит. Вот этот особый праздник, пусть даже, может, не совсем христианский, я все равно хочу обратиться ко всем нашим матерям. И от лица всех детей, ну, потому что мы не выйдем все сюда, вот как-то так будет, мы так еще не делали, но от лица всех детей и внуков попросить у вас прощения, попросить за то, что мы ваши дети причиняли и причиняем вам столько боли и страданий. а также хотели бы поблагодарить вас за то, что вы у нас есть и что любите нас несмотря ни на что, ну, так не сказать, вот в украинском, попре все, попре все вы нас любите. Я также хотел бы призвать всех детей, вот особенно сыновей, помните пример Христа и его отношения к своей матери. Не причиняйте им боли, любите их, цените их, звоните им, напоминайте им о своей любви и чаще не только словом, но и делом. Ну, я понимаю, что звонок это пять минут, ну, а заехать пятнадцать. Да ладно, уже тебе десять минут, а? Ну, опоздайте домой, ничего, ничего. Жена простит. Она же мать. Она же поймет. А еще лучше захватили всех, их собрали в бус и к маме. Поужинаем у мамы, хватит у нее котлет, а нет, дожарит. Помните, 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 потому что об этом помнил Христос. Аминь? Давайте помолимся. Если Господь касается вашего сердца, помолитесь очень кратенько, но мы, как одна семья, вот одной молитвой помолимся к Богу. Вы начнете, кто желает, кратенько, и я закончу. Помолимся Богу. Благодарим тебя за еще одну возможность прийти в дом твой и поклониться тебе. Мы благодарим тебя за твое слово, мы благодарим тебя за твой пример вечный, мы благодарим тебя за твой голговский подвиг, благодаря которому мы сегодня здесь и имеем цель для своей жизни нести весть Евангелия всему миру. Мы также благодарим, что в этот день мы можем обратить внимание на наших мам и как Сын от лица всех детей. Я прошу, прости нам, Боже, прости, когда мы просто не замечаем, забываем, проявляем какую-то черствость по отношению к тем, кто дали нам жизнь. Также я молюсь, Боже, о том, чтобы Ты возродил в нас тот огонь первой любви, благодаря которому Ты дал нам жизнь вторую, чтобы мы поистине были светом в мраке этого мира и солью в этой земле, которая гниет и распадается. Я прошу Тебя, Боже, чтобы мы были примером во всем, в том, какие мы сыновья, в том, какие мы дети, в том, какие мы мужья, в том, какие мы отцы, в том, какие мы христиане, в том, какие мы служители. Благослови, Боже, и сохрани нас. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Аминь. Аминь.